Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Николуха Макфлай. У меня сегодня будет необычное видео. Ребята работают с металлоскателем. Это поисковый отряд из Москвы. У них есть официальное разрешение на копание на месте боев. Мы, собственно, на том месте, где в окружение попала наша армия. Это Калужская область. Здесь были бои в 41-м году. Как раз сюда здесь немцы проживались. Ну и я напросился. Похожу с ребятами, посмотрю, что поднимают. Должно быть интересно. Погнали! Вот такие вот штуки. Друзья, кто знает, что это такое? Да. Не знаю, какие железяки парные. Вот такие вот. Они почти не ржавые такие, прям мощные железки. Не мощные, да? Угу. Прям, да, серьезно. Здесь песок хороший. А здесь грунт хороший, да? О, что-то еще. Ну, все-то нормально вроде бы. А он не глубоко, да, берет, я так понимаю, у вас? То есть там на метр вы не вкапываетесь? Нет, он вообще, если нормально, то он на метр берет спокойно. А сейчас у вас там стоит на сколько? А я не знаю, что он что-то. Он где-то в 15 берет все. Кольцо какое-то. А вот это все железо, куда девайте, собирайте? Никуда. А, тут же бросают. Главная цель, я так понимаю, бойцов найти, да? Не железяк собрать. Нет, конечно. Это все. Просто железо показывает, как бы сказать, приметы, где, так сказать, бойцы лежат, могут быть, находиться. Место боевого испортновения. В общем, характерно, кружки появляются, патроны, все это. Это значит, что где-то рядом бойцов. Да, бывает так, что вот находишь шомпол, смотришь, шомпол, противогаз, кружка. То есть получается, оснастка, начинаешь по кругу работать, и смотришь, выходит, выходит, выходит и бойцов. Но это не всегда так, как сказать. Смотрите, еще какая. Просто посмотри. Нашли гильзу, покажи гильзу. Гильза от Мосинки, от Мосинки вот с такой пимпочкой. И смотрите, с дыркой, видно, использовали как какую-то, как это называется? Не знаю, шайба. Как шайба, да. Типа вот как толь прибивали, знаете, что-то такое. Это, 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 обжимное, да, тут что-то было. Может, это, держать. Так, там что-то нашли, пойдемте. Вообще, гебри тут, конечно, непролазные. Хотя мы прям рядом с дорогой находимся. Здесь река протекает. Ну, наверное, саперина, безошло. Мина? Угу. А что значит саперина? Это ее уже когда-то находили, да? Ну, ее, видно, заходили, голову здесь крутили. Крутили и бросили. Бросили, да. Саперинная мина. Да, вот, не будет. Славенную. Такая, да, без головы. Минометы. Ну, сказали же, сапер нашел, открутил и бросил ее. Не скручивал. То есть, они когда разминировали, они это все не собирали, да? Нет. Они, получается, деактивировали и бросали? Потому что если это собирать, это... Они в костер бросали, пол сгорал еще. А-а. Шел, он взрывает стол, когда закрыто состояние. А если в костер? А если в костер идет температура плавления 200 градусов, он просто... А-а, все понятно. Так, вот это от этой. Называется затыльник от... От Мосинской винтовки, затыльник от приклада ставится. Затыльник от винтовки Мосинской? Да, от приклада. Ничего себе. А это уже вот личные вещи, да, считаются? То есть, вот тут в округе уже можно начинать искать? Ну, по сути дела, да, получается. Это вот как шомпол, да? Ну, это в заде. Затыльник от Мосинки. От приклада ставится. То есть, не сейчас вы будете вот тут вот все вокруг смотреть? Да, посмотрим сейчас, что здесь. Ну, по сути дела, винты все выбросены. Ага. Наверное, может, оторвалось, да. О, и сразу. А это что? Что-то современное? Нет. Тоже с войной. Тоже с войной железячина. Так, еще один сигнал. Посмотрим, что здесь будет. Что-то большой, нет? Вон он. Костыль железнодорожный. Да? Ну, это так себе находка. В человеческой жизни. Вот такой костыль, друзья. А мы уже еще что-то нашли. Грибы. Кто грибы, кто железки вообще? Толик, мне кажется, тут занятие интереснее, чем рыбалка. Нет, я сейчас пойду в рыбу. Будешь рыбу ловить? А вы до скольки будете так шариться? Да ты на то. Что, до четырех? Надо с вами походить. Уже по-четов. О! Конец. Вот, проволока. Здесь прям все. Кстати, друзья, видите, еще воронки остались. Вот, углубления. Бои тут конженатные были. Вот воронка тоже. Немецкие позиции. Видите, вот ямки. Ямка, ямка, ямка. Вот. Там вот река. А во время войны тут ничего не было. Ну, я имею в виду деревьев. Все прострелилось. И, соответственно, мы ходим по немецким позициям. Изюмка. Это вот выбор точки. Такой прицелью. Списпойнтер на нем. А сейчас глубина вот у вас какая установлена. А я без глубины. А, просто? Все подряд? У меня нет глубины. Он берет на метр двадцать может брать. То есть ему вообще без разницы. Что-то нет ничего. Есть глубоко, да? Мелкий не берет. А грунт тут легкий такой. Песок, песок. Хороший песок. Ага. Пластинка. Каска. Каска, каска. Бортик каски. Бортик каски, да. Бортик каски. Ну, это наша, да? Советская, да. Советская каска. Ну, да. А это вот не может считаться, что рядом где-то боец? Ни хрень знает. Что там прилетело? А. Ну, ее явно, да, разорвало. Да. Самое интересное, что вот на этом самом месте, где мы находимся, прорыв наших войск, армии, которые попали. В окружении случился ровно 80 лет назад. Прямо практически день в день. А сейчас получается какой? 20 октября. 24 октября. Здесь прорыв был 12, 13, 14 октября. То есть вот ровно 80 лет назад, примерно вот в такую погоду, здесь был котел вообще. Ну и, собственно, мы находим остатки этого самого котла. Идем дальше. Что там у вас такого? Клема от аккумулятора. Там была частичка, а сейчас клема. Клема от аккумулятора? Да. Плюс. Угу, плюс. Плюс. Так, тут какой-то сигнал. Тут на самом деле можно и без металлоискателя что-то находить. Вот гильза на пеньке лежит. Рядом, наверху он не копает. Оставим, пусть лежит. Еще что-то у нас? Что-то там лежит. Что-то лежит. Как всегда, под хвостом. Обязательно, обязательно. Обязательно, я копал тогда, блядь, вот таким деревом, блядь, сигнал. Копал, копал, блядь, смотри, в глубине, блядь, думал, корни. Ну, что же делать? Раскопал, дедочку, руку сунул, щупаю. Думаю, не, блядь, хвост от этой, от мины не будет даже. От этой, от летучки, да. А тут, то есть, саперы после войны везде ходили, да? Да нет, это все так, конечно, чуть-чуть не хочешь ничего. Как вы опасно втыкаете вообще, вот там сейчас. Мне каждый раз сердце замирает. У тебя, Саш, нет? Сын ошибок трудных, слышал? Окончание фразы. И гений парадоксов, друг, блядь. Да, и гена парадоксов, друг, блядь. Земля-то такая, пушистая. Песок, песок, вообще пушистый, да. Вот, это вообще мелкая. Да вот он, вот он, блядь, вот их. А ведь что? Ищи, ищи, патрон, да? Да. Да, в сборе патрон. Винтового человека. А это мосинка, нет, да, пытаюсь. Да, мосинка, да. Закройный есть? Он до сих пор сейчас придет. Есть, да, крайний. Ну, он, это 76. Какой-то короткий, мне кажется. Чуть маленький какой-то такой вот. Ну, может, утык. Ухнулся. А, он воткнулся и внутрь ушел. Башка снарядная, это тол. Ну, если башка снарядная. Снаряда. Офигеть. Головка отвалилась, мне. Вот, видишь, там внутри тол. Это тол, да? Да. А это что такое? Зарваки. Фу, блин, а это можешь сейчас у меня руку оторвать? Нет. Фу, слава богу. А это какой снаряд? Это, в смысле, накручивалось вот на те, да? Да, на большие. Большой вставляется. Его задача вспоминеть. А он уже, да, вот видишь, у него здесь отверстие. То есть, он когда взрывается, накалывается, струи огня идет туда. И там уже инициация заряда происходит. О, что-то большое, да? Что это? Мы выходим, может, на какую-то еще одну. От ящика. От ящика какого? Ну, как будто там сарядное. А, ну это петля, да? Да. Петля. Еще что-то лежит. Может, и ящик здесь весь лежит, нет? Оп-оп-оп. Видишь, уголки от него. А, ну все, это ящик, короче. Да, вот. Ну, давайте копать ящик, нет? Давайте копать. А в нем что было? А в нем было все. А в нем документы. В нем золото Рейха. Документы 50-й армии. Да ящик, ящик, все, ящик, да? Похоже, да. Вот он. Что, наверное, петля? Петля мощная прям. Ну вот, я говорю, может, это такой-то штабной ящик. Штабной ящик. Что это? Туда же, от ящика? Угу. Эти, эти. Спасобы. Уголки. Вот, немецкого. Дома делились на категорию. Противогаз. Что-то тонковато. Не, заказка такой. Да просто. Так, друзья, ну и посмотрим, что удалось найти. В итоге, не мы одни ходили, много людей ходило. Противогаз. Это вот мосинка. Куча всякого железа. Рубашки от гранат. Это вот сама граната. Это наши вот вещи. То, что мы первые нашли. Гидзы. Вот наконечник. Так, здесь вещи покрупнее. Видите, каска. Это наша. Это вот, кстати, ствол вот. Пулемета Максим. Шомпол от мосинки. Смотрите, вот он наконечник. Вот сюда вот он. Получается, вставлялся. Вот. Всякие боеприпасы. У нас есть сапер. Это все, естественно, будет. Обезрежется. Официальная экспедиция. Это вот я наковырял. Борь патронов. Вот. Это из рычки вытащили, получается. Тоже видео есть на канале. Посмотрите обязательно. Это танковый боекомплект. Ну и вот сегодня, ребята, притащили полуторка взорванная. Вот что от нее осталось. Это боковина. Тручка. Капот открывался вбок. Вот. И фара. Такие вот дела. Вот такая, друзья, у нас экспедиция получилась. Неплохо. Неплохо. Ну, мне, как человеку, который не часто ездит, вообще классно. Я думаю, вам понравилось. Подписывайтесь. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Миклух Маклай. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.